Субтитры сделал DimaTorzok Послан на проверку, да, потому что предыдущий отряд мы разгромили. Интересная, кстати, карта с пометками. Обратили внимание? Институт исследований аномальных явлений. Видали как, ребят? Институт исследований аномальных явлений. То есть это госпиталь, а может быть совсем и не госпиталь. Вот эти какие интересные карты. Институт исследований аномальных явлений. Интересная вещь, интересная находка. Вот, с чем это связано у меня, я, например, без понятия. Так, давайте смотрим второй этаж. Посмотрим, что у нас есть прямо с самого начала. Так, опаньки, ребятушки. Ну, кто ищет, тот обычно находит. Обратите внимание. Тайничок, значит, батончик. Вот он. Находится на втором этаже госпиталя. Вот здесь, ребятки. Отмечайте, запоминайте. Ну что, фартит, фартит. В самом начале серии, да? Ну, тут его трудно было бы не заметить, да, ребятки? Все-таки такое место, я думаю, каждый сюда бы в любом случае заглянул. Но, тем не менее. Так, у нас две стороны. Давайте вот эту левую сторону все осмотрим. На предмет тайников. Потом уже можно двигать, будет на третий этаж. Посмотрим, что там. А то, помню, мне в комментариях писали, типа, ты тайники не искал. Вот. Ну, ребят, я опять-таки повторюсь. Я говорил, что... А, здесь, как бы, больше нечего искать. Говорю, что хотел оставить госпиталь напоследок, потому что здесь хабара достаточно таки много. И так было без тайников. И вот, кстати, ребятки, смотрите, какое хорошее местечко, да? Завалено, забарригадировано все, да? То есть сюда просто так не проникнешь. Но здесь ничего и не имеется. То есть кто-то когда-то здесь отстреливался от кого-то, да? Может быть, спасался от мутантов. И вот, смотрите, как все завалено, да? То есть здесь проход, здесь проход. И пытался выжить. Кто это был, естественно, мы с вами не узнаем. Но, тем не менее, интересное наблюдение, да? Так, это на третий этаж. Так, вот еще. Ну, какое-то медицинское оборудование еще осталось. Еще не все успели вынести, но, тем не менее. Видите, вот эта вот штука с лампочками, да? Не знаю, как она называется. Там, кто в комментах знает, пишите. Так что вот такие вот дела. Так, дальше, ребятки, продолжаем. Отвлекают вовсю. Не дают сконцентрироваться на игре, так сказать. Так, 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 так. Это мы с вами вторую сторону, да? Так, ну, это мы здесь были, да, это мы здесь были. Смотрим эту сторону. Да мы и эту сторону тоже смотрели. Все мы, в принципе, здесь с вами облазили, да, ребят? Все, в принципе, облазили. Можно подниматься на третий этаж. Правильно же? Или неправильно? Ага, ребятки, все, да не все. Вы посмотрите, какая красотень, да? И как хорошо все спрятано. Судя по всему, оригинальный тайничок. Все забираем. Гранаты, во, отлично, да? Да, оригинальный тайник, ребят. Так, находится тайник вот здесь. Вот, имеете в виду, кто будет искать. Всем рекомендую. Интересно, что здесь было в оригинале? А я думаю, что же это за место такое забарригадировано? Видимо, кто-то здесь еще и когда отстрелился от кого-то, успел также скинуть излишек своей снаряги, да, в виде гранат к подствольному гранатомету. Вот так вот, ребят, кто ищет, тут найдет. Но это еще, я думаю, не все. Давайте у нас еще третий этаж, опять-таки. А, нет, здесь у нас прохода нет, получается, да? Здесь у нас прохода нет. Так, и здесь ничего нет. Плохо как-то посмотрел. Не, нету, нету, нету. Спускаемся вниз. Так, второй лестницы здесь никакой, нету. Есть. Вот давайте по ней поднимемся. На всякий случай жму кнопку F. На случай, если где-то что-то... Нет, ребят, нету, нету, нету. Ничего нету. Ну, не беда, не беда. Сколько мы здесь? Тайничка 3, наверное, нашли, да? Водочку. И тайничка... Нет, два тайничка нашли. У нас есть еще вот это здание. Не забывайте про него. Так, вот это какое-то здание, опять-таки. Мы это сейчас все осмотрим. Спешить мне некуда. Сюжет все знают. Неизвестное оружие осталось нам так. Квестов у нас там вообще практически нету. Но чем нам еще заниматься, кроме как исследовать местность? Правильно же, ребят? Надо искать приключения на дно места. Брошенная инвалидная коляска. Смотрите, какое дерево, да? Засухшее. Так. Ничего нету? Нету. Так, хорошо. На второй этаж пока не пойдем. Давайте вот здесь вот все осмотрим. За шкафчик. Пожалуйте. Вот вам и шкафчик. Патрончики. Да, это тайник. Оригинальный тайник, ребятки. Находится вот здесь. Имейте ввиду, кто будет искать. Так, дальше, дальше. Требуем продолжения, да, ребята? Так, ты мне так не фрисся. Сейчас уже выльц ловлю. Так, здесь у нас... Хоть мы здесь с вами уже и были, да, когда атаковали монолитовцев. Но, тем не менее, все хорошо мы с вами не смотрели. За шкафы не заглядывали. А винтия. Патроны, а тем не менее, имеются. Понятное дело, что эти тайники особой роли не играют уже на данном этапе игры. Но все-таки я думаю, что у каждого своя ситуация. И у каждого своя история развития, да, событий всех. У кого-то может быть и недостаток тех же самых патронов. Ага. Пачка и патрончики в столе. Отмечайте, ребят. Еще один тайничок находится вот здесь вот. Тоже оригинальный, судя по всему. Вот. Так что имейте в виду. Что ж, продолжаем. Дальше, дальше. Так, это мы с вами исследуем первую часть, да. Теперь давайте эту половину посмотрим. Вот здесь вот там толпа монолитовцев, да. Отсюда на нас прям вышло, помните? Когда искали неизвестное оружие. Отсюда перли. Так, давайте на второй этаж. Судя по всему, все мы с вами тут уже не знаю, где еще можно здесь поискать. Вроде бы таких и мест-то нету, да. Все вроде рассмотрели. Так что давайте по лесенке на второй этаж. Так, отлично. Второй этаж. Второй этаж. Так, вот это вот большое здание давайте осмотрим. Умывальники все. Может быть какую-нибудь водочку. Так, вот еще одна какая-то такая бочка. Пустая на этот раз. На этот раз пустая. Опа. Сигаретки были. Сигаретки были. Вот здесь вот. И на этом все, да? Да, пачку сигарет мы взяли. Ну вот, находится вот здесь вот, ребята. Имейте в виду. Похоже, что это не тайник. Может быть какая-нибудь... В оригинале, может быть, какая-нибудь аптечка была. Заменили ее на пачку сигарет. Но больше я ничего не вижу. Слышу только стрельбу. И мне бы надо, чтобы сюда никто не наведывался. Так что имейте в виду. Вот, ребята, вот здесь вот ходится пачка сигарет. Хотя почему-то это тайничком не является. Ну-ка. Может быть, где-то под текстуру что-нибудь провалилось. Или мы тут где-то что-то не видим. Нет, ничего не видно. Ладно. Сигареты, так сигареты. Так, дальше смотрим, смотрим, смотрим. За столиком ничего. На козыречке. На козыречке. Тоже похоже, что ничего. Ух ты. Это что такое? От такой вот глюк, ребятки, бывает в игре. Не обращаем внимания. Ну, здесь на крыше, понятное дело, ничего нет. Мы это с вами в прошлый раз еще убедились, когда искали оружие. Так, это все ясно. Не все смотрели здесь. Ну-ка, смотрим. Так, ящик. Ящик. Ох ты, чемоданчик счастья. Смотрите. Ну-ка. Так, что у нас здесь? Письмо Николаю. Все это мы сейчас прочитаем. В общем, имейте в виду, ребятки. Вот такой чемоданчик хранится вот здесь, вот недалеко от этого тайничка. Все запоминайте. Так, ну, я предлагаю прочитать, что же там у нас за такое письмо Николаю. Интересная вещица, интересное письмо. Написано от руки письмо на имя Николая. Скорее всего, это часть переписки между двумя сталкерами. Хотя переписка в зоне ведется в основном с помощью КПК, многие сталкеры отдают предпочтение традиционным письмам, особенно по личным вопросам. Эти письма затем передаются курьерам, которые доставляют их по зоне. Чаще всего письма достигает адресата за несколько дней. Вероятность перехвата такого сообщения значительно ниже, нежели через КПК. Профессия курьера широко ценится среди сталкеров. В письме говорится. Николай. Я только что вернулся из сходки к центру зоны. О, там был просто ад. Монолитовцы и вояки стараются стереть с лица земли друг друга. Бывают минуты затишья, когда кажется, что они заключили соглашение о прекращении огня. На самом деле, никакого соглашения нет. Постоянный хаос и разрушение у меня не было никакого выбора. Кроме как уйти оттуда. Меня чуть не убили долбанные фанатики. Но это в целом моя вина. Я просто потерял бдительность. Так или иначе, я дошел до Припяти. Я планирую задержаться здесь на некоторое время. Так что обговоренную ранее нашу миссию придется отложить. Пока тут не будет более безопасно. Я толком не сплю, как пришел сюда. Но чувствую себя весьма неплохо. Остаемся на связи. Береги себя. Рюк. А вот такое вот письмо, вот такой вот чемоданчик. Судя по всему, судя по тому, что письмо упало нам в руки и судя по тому, что мы нашли этот чемодан, скорее всего, ребята, Рюк уже, наверное, его, скорее всего, нет в живых. Вы только посмотрите, какой, мать его, туман. Ничего не видно. Так что на чеку, ребят, на чеку. Аккуратно. Да, не знал я, что в зоне все-таки общаются посредством писем. Не думал я об этом. Но, тем не менее, такой вот нюанс есть. На третий этаж, ребятки, давайте, если он тут есть, вот выход на крышу. Ну, почему нет, давайте я посмотрю, что у нас есть здесь. Вы посмотрите, какая жесть. Ничего не видно. Да, ребят, ничего нет, ничего не видно и ничего нет. Хорошо, тихо. Ёлки-палки. Слышали? Ё-моё, а! Дождался! Хотел игру сохранить, сохранил! Вот такие вот дела, ребятки. Гранаты кидают здесь. Будь здоров! Где мы хоть находимся-то с вами? Мы в старом здании, в первом. Ладно, давайте, ребятки, быстренько на паузе. Так, ребят, всё, пришлось мне заново собирать, ё-моё, ну, куда деваться, как говорится. А, стоп, 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 стоп. Мы же с вами здесь, да, вот, на пачке сигарет, да, единственное. Вот она. Это тайником у нас не считается. Так, сохранимся. Потому что, ну, её нафиг, сами все понимаете, да? Ой. Чё-то мне казалось, здесь был тайник, что ли. Нет, ни одна пачка сигарет. Потому что я просто не всё обыскал. Ну-ка, давайте демо-рек отрубим. И сейчас будем ждать гостей, монолитовцев. Или кто там у нас охотился. Гранату нам кинул. Туман, блин. А они видят только так. Вот эти монолитовцы, а? Крови мне попьют. Ладно, вроде как больше ничего нет. В общем, пачка сигарет, запомните, это не тайник, но, тем не менее, имеется. Если кому-то там сильно приспичит покурить или там очень сильно захочется курить, имейте в виду, что вы тут можете всё найти. Наперекор. Скажем так. Так, вот здесь вот нас, да? Гранатка-то. Так, где мой допинг? Быстро. А у меня, наверное, нету, да, больше? У меня, наверное, больше и нету. Ладно, нету, так нету. Так, всё, мы здесь с вами всё обыскали. Ну что, придут они сюда? Нет? Наведаются. Вот он я, смотрите. Находка для снайпера, да? Выставился такой. Да не, пацаны, тут теперь их след простыл. Где мы тут их кого найдём? Слышите, какие рыки, да? Постоянно я пугался. А это, оказывается, звуки иры. Так, вот сюда надо ещё залезть. Так, второй этаж. Здесь, блин, что-то мне кажется, где-то здесь я находил тайник. Или я, потому что уже всё перепутал. Ладно, не знаю, ребят, всё. Не будем здесь заморачиваться больше. Так, ладно. Ладно, ребят, давайте на паузе немножко полазим. Нет, ничего я больше не нашёл, зато нашёл сволочей этих. Всё, пойдёмте, ребятки, мстить. Там они внизу, на первом этаже. Подо мной прямо. Примерно где-то здесь. Может быть... А он, дурачок, сам себе подорвал. Перезарядка, Андрюха! Ой, кончились патроны у меня. Как не вовремя. Бежим, 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 бежим. Где мой пистолет-пулемёт? Ой, как всё не вовремя. Ёлки-палки, пацаны. Не, всё. Это... Это капец. Пора сваливать из зоны. Ну-ка. Патроны кончились. Ну, надо так. Да, монолитовцы вообще не дают проходу нам, а? Вы только посмотрите. Не, отдача, отдача сильная, пацаны. Отдача очень сильная, на мой взгляд. Так что даже не знаю. Газовый баллон. Ну, хабарок у них отменный, пацаны. Вот это вот не отнять. Вот это вот не отнять. Хабарок у них прямо... Видно, что кто-то их прям спонсирует и спонсирует, и снабжает, и очень хорошо. Смотрите, в экологе. Обычные сталкеры такую снарягу будут год зарабатывать. А у них, пожалуйста, FN. Видали, какие стволы? Вот так вот, пацаны. Короче, возвращаемся на базу. Хватит с меня здесь приключений. Пока не поздно. Сохранимся. И пойдемте. Ну и нафиг. Хватит с меня. Сейчас надо еще хабар разобрать. Опять-таки. У нас не разорбано. Кстати, вон машинка. Ну-ка, давайте машинку следуем. О! Ничего нету. Это вот что-то черненькое такое? Не тайник? Нет. Нет тайник. Так, ладно. А вот это машинка. Плита газовая, смотрите. Место для тайника хорошее было бы. Блин, надо шлем надеть, а я расслабился. Радиация убивает просто. Ну, давай-давай, беда. Там кабан бежит. Ну, ё-моё. Так, это что, руль? Ладно, пойдемте отсюда, пойдемте. Так, здесь вроде бы тоже ничего. Уходим. Уносим ноги, ребят. Сто килограмм, он там вдалеке кабан. Ну, его нафиг с ними связываться. Даже с теми самыми кабанами я не собираюсь. Мне жизнь дорога. И здесь-то нигде, ничего. Вояки сидят, анекдоты травят. Чуем, какая разница, да? Да, смех стоит вовсю. Чего им еще делать, да, ребятки? Так, ну ладно, ребят, давайте здесь еще пошарюсь по кустикам везде. По округе на паузе. Короче, ребят, нашел тайник. Вот. Ни разу я его не поднимал. Ни разу я его, соответственно, содержимое не обыскивал. Даже не представляю, что там есть. Вот. Пришлось даже вон скинуть рюкзачок. Он, видите, лежит. Потому что передвигаться было сложно. Как его достать, этот тайник? Без понятия, ребята. Это вот со мной такого еще не было. Вот он, тайничок. Смотрите. Вот он. Лежит спокойненько. А как его достать, пока я не догадался. Разве что, ну-ка. Может быть, уже и догадался. Сейчас, секунду. Так, где он? Господи. Так, это мой рюкзак. Сейчас. Так. Вот я на вот эту фигню никак не залезу. А он еще штурмовик, сами знаете. Поверю тот еще. Ну что ты. Ага. Ага. Ну, ё-моё. Так, сейчас, секунду. Так, ты допинг вколол уже. Допинг ты вколола. Блин. Вот какая нелегкая задача, ребятки, да? Вот, казалось бы, чего тут? Во. Короче, на паузе. Так. Вот как только паузу врубил, так сразу получилось. Во, ребятки, есть. Я это сделал. Так, и вот, что находится здесь. Обратите внимание. Инструменты. Геркулесик. Биштекс наш любимый. Вот он. Тайничок находится вот здесь. Если бы я не воспользовался демо-рекордом, я бы никогда бы в жизни не догадался, что здесь лежит тайник. Так что, имейте в виду, ребят, вы теперь знаете это и так. Ну, а теперь уж точно можно возвращаться спокойной душой. Да, и как мне сразу эта мысль не пришла, забраться по этим кольям. Потому что я тут давай сейчас искать. Ё-моё. Потому что я тут давай сейчас соседние здания смотреть, осматривать. Может быть, где-то есть проход. Может, где-то может есть лестница, лестничка, которая поможет мне забраться. В итоге нифига подобного. Ларчик открывался просто. Надо было просто, 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 просто начинать заговариваться. Всего лишь надо было немножко прикинуть и посмотреть, как это получится. А рюкзачок-то я забыл с собой взять. Рюкзачок-то я забыл. Так что, ребятушки, надо всё порой хорошо обдумывать, прикидывать. Где-то, наверное, даже включать фантазию. И вас ждёт успех. Вот. Но, тем не менее, мы с вами уже дошли. Так, Припять зато мне пока не надо. Значит, что у нас получается с вами? Где мы с вами... Так. Ну-ка, давай зарядим батарейка моя где? Вот аккумулятор. Нажно находиться в крыльке. Так, получается, что мы с вами сделали? А вот эту местность с вами более-менее исследовали, да? Вот вместе с госпиталем. Вот она. А здесь тоже всё облазили. Кроме вот этого. Вот этого. Вот, кстати, есть тайничок открытый. И вот. Можем потом туда отправиться. Так, это КБО юбилейный, детский сад, гастроном, универмаг. Ну, вот, думаю, наша следующая цель будет вот гастронома, универмаг, а может, даже ещё и общежитие зацепим, посмотрим, исследуем территорию, посмотрим в плане тайничков, что где есть. Так, это всё понятно. Так, присаживаемся. Вот. У нас сам есть куча оружия, которое я намерен разобрать. М4А1 карабин. В общем, все эти стволы я разберу, ребят, они мне ни к чему. Так что давайте, я тебе займусь на паузе. Кстати говоря, у меня нету ломика с собой. Он, получается, у меня там в ящике. Зато есть молоточек. Ну-ка, молоточек, надолго хватит? Ну-ка, эксперимент, насколько молоток хватит? Слушайте, достаточно так додолго хватает. Или, может быть, он просто чередует? У меня же два молотка. Ну-ка, я просто хочу услышать, как ломается молоток. Опа! Как будто, блин, взаимотрясение случилось. Ладно, давайте ещё разочек. Ну, в среднем нам долго хватает, да? Смотрите, три-четыре ствола мы с вами разбираем. Свободно. Учитывая, что у него ручка деревянная. А нам приходится такие вот серьёзные стволы, да, разбирать. Да, смотрите, хватает проще ствола. Ну, давай, второй-второй молоточек. Сломаем, нет? Слушайте, как надолго хватает-то. Сейчас глядишь все стволы и разберём. О, супер! Не всегда включается звуковая анимация, да, в сопровождении. Звук разбираемый. Вот этот сейчас разбираемый. Звук разбираемого оружия. Как по наковальне. Лупит он, да, молотком. Экзоскелет. Интересно, что получится, если разобрать экзоскелет. Как-нибудь мы с вами проведём такой эксперимент. Не, неубиваемый молоток. Абсолютно. Аномальный. Ручка хоть и деревянная, а держит как стальная. Как варёная ручка. Так, что у нас ещё можно разобрать? Гранатомёт, Медведь. Ну, детекторы мы продадим, дороже будет. А всё, ребятки, всё. Абсолютно всё. Так, Гарик. Я тут тебе принёс всяких ништячков. На, забирай, учёным толкнёшь. И продал такое, это, испорченное мясо. Да. Бери два детектора, вещь нужная. Я думаю, учёный у тебя с руками. Так, вот эти вот гранатки тоже забирай. Чувствую, не придётся мне их использовать. Глушитель вообще не пользуюсь. Так, вот эти по трошечке. Пища охотника, не химеру. Химеру я жрать не буду. Ребятки, все вы это знаете, да? Уже не раз я вам про это говорил. Так, вакцина от столбняка давно не упадалась. Ну и не надо было бы. Так, запчасти от мутантов. Милости прошу. Это ты как раз-таки учёным сдашь всё. Единственное, только оставим мясо-кабана. Мы его потом... Мы его потом зажарим. Так, это для пистолетов. Это для батареек. А, кстати, вот я продавать-то продаю, да? Вот он уже один такой набор продал. А он ведь подходит для пистолетов-пулемётов, ребятки. Так что зря я продаю. Так, подствольники забирай. Ткань мы всё оставим. Молотки. У меня там лом есть. Это мне тоже не надо. Комплект для приготовления еды у меня был. Карты забирай. Нижнее бельё забирай. Обрывки бронежилета. Так, это мы оставим. А письмо Николаю забираем и читали. То, что у некого Николая была информация к его другу. Точнее, к Николаю была информация о том, что ходка их откладывается. Это мы всё читали. Так, дальше. Гранаты одну оставим, а с тобой продадим. Запчасти, запчасти оставим. Это ещё 25 тысяч. Опять мы тут начинаем богатеть, да? Тушёночки разве что взять. Вот и всё. И всё. Да, уже экзоскелет-то нам практически нет никакой надобности в аптечке. Это давайте одну из пунктов. Долечимся уже до конца. Уже можно аптечки подавать. Видите как? Зажили-то, да? Это раз. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, как у нас там чувствует наша броня? Ну-ка. 91% экзоскелет. Экзоскелет. Так, хорошо. Давайте чинить. Что у нас с вами есть? Лиз брезента. Отлично. 12% это будет 98%. Чиним. Дальше. Дальше. Так, экзоскелет. Нашивка монолита. Лиз брезента. 9%. Как раз таки. Будет ствол. Всё, отлично. Так, ну что. Давайте решать вопрос, наверное, связанный с неизвестным оружием. Вот этот вот, да? Ствол наш. Интересный. Надо сейчас отправиться на Мьянов. Поговорить с Азотом. Может быть, тот в курсе, что это и с чем это едят. Может быть, кто-то к нему обращался. Может быть, уже видел это оружие. В общем, посмотрим, уточним. Так. Пистолет, пулемет, точнее, пистолет пулемет я, значит, выложил. ПКМ я тоже пока выкладываю. Ни к чему мне он пока. Честно говоря, откровенно, если говорить, не очень сильно мне впечатлило, особенно его отдача. Ну, сильная отдача, о чём говорить. Тут нечего даже говорить. Да мы даже в бой не вступим. Вот, это раз. Во-вторых, патроны есть? Так, не можешь выдать. Патронов нет к пулемету. Это второй аргумент. Поэтому, наверное, возьмём с собой. Эх, низко бы копчёного сейчас. Да, чё бы нет. Давайте возьмём его всё-таки. Этот пистолетик-пулемётик. А, у нас, в принципе, патрончики есть. Вот. Да. Возьмём сайгу так же. Возьмём сайгу. И к ней. И к ней патронов тоже. Так, куда попали? Тихо. Пробухали, да? Вот они. Так, смотрим. Всё выкинули ненужное. Так, батареек мне столько не надо. В принципе, остальное всё нужно. Да, пацаны? Ну да, остальное всё нужно. Всё, отправляемся на Янов. Ребятки, на Янов. Погнали, погнали. Хорошо здесь. Вот это я понимаю, настоящая жизнь. Слушай, а можешь мне привезти к Юпитеру для начала? Конечно, готов идти. Да, готов. И отправляемся мы с вами, ребятки, на Юпитер. Гранаты могут творить чудеса. Держи всегда при себе одну или две на случай, когда дерьмо начнёт бить фонтаном. Если они не помогут, уже ничто не поможет. Вот такая вот страница номер 7 дневника Сталкера. Ну вот, ребятки, мы с вами дома. Только я сильно хочу есть, потому что в дороге нам с Гариком не удалось толком перекусить. Вот. Поэтому перекусим уже здесь. Там чуть ли на мутантов не нарвались. Но, тем не менее, получилось как получилось. Здорово, пацаны. Всем привет. Подходи. Так, Гавайи, здорова. У меня как в Гуреце, всё есть. Ништое снаряжение, качественное и дорогое снаряжение, плюс хорошая еда и напитки. Тебе чё, друг, поесть, выпить, пострелять? Да пока мне ничего не надо, Гавайи. У тебя... Ну, давай посмотрю, что у тебя, в принципе, есть. Из новенького-то. Ничего нету, да? Всё по-старенькому. Всё по-старенькому. Так, ладно, 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 ладно. Так, Коряга, группа Митяя. А из Сталкер вообще никого нет, смотрите. Там дядька Яр. Я имею в виду из простых рядовых Сталкеров. Так. Как дела, охотничьи? У тебя работы нету, а зверобоя? Рад тебя видеть. Ну что расскажешь? Да пока ничего. В Припяти был, короче. Там творится в капец. Ох ты, сколько у меня тут еды. Надо всё брать будет, ребятки. Чё делать. И здесь тоже ништяков дофига. Ой, жесть просто. Надо маломальски распродаваться, похоже, что. Накопил я за это прохождение немеряно всего. Так, ладно, у нас главная задача была прийти к Азоту. Хаюшки! Азот. Привет. Салют лучше. Чем могу помочь? Для тебя всё будет за сущие копейки. Так. Ремонт модификации. Слушай, а ты насчёт этого неизвестного орудия ничего не скажешь, а? Не знаешь, не видел ни разу, да? Не, ну это... Так, да ты там успокойся, бедолага. Ну, видите, Азот ничего не знает по поводу этого орудия. Интересно, какой ствол. Тогда пойдёмте, знаете куда? Погнали на Азотон. Здравствуй. А что делать? Моё почтение. Опять не сидится на одном месте. Я к твоим услугам. Сколько стоит будет переход до Скадовска? Дружище, по новому маршруту всего шесть. Да погнали, погнали. Не будем экономить. Погнали. Что же это за ствол такой, что никто его даже и не знает? Если уж Азот даже ни разу не сталкивался с такой пушкой, то чё говорить про кардана? Может, и кардан даже не знает, что это такое. Давайте спросим. У нас выборов всё равно нет. Нам один фиг у кого-то спасает. Слушаю тебя. О, здорово, пацаны. Здравствуй, сталкер. Здорово, здорово. Перестрелка, стрельба стоит во всём. Здорово. Здорово, кардан. Здорово. Хорош за шор, сполагайся. Почитите, что принёс. Или на гонёк выпить за тех, кого с нами нет. Слушай, у меня есть образец неизвестного оружия. Как это неизвестно? Ну-ка покажи, чё там у тебя. Смотри, видел когда-нибудь такое? Чего? 62? Так, спокойно, кардан. Спокойно. Да не может быть. О, ё-моё. Да, кардан, походу, уже всё. Ммм. Ну чё ты, а? Дай поспать, а? Блин, да он... Будь человеком. Да он в хламину, пацаны. Вы смотрите, чё творится-то. Кардан, блин. Тебе работать надо. Ты сидишь... Капец. Ну, ребят, это бесполезно. Пока он в себя не придёт... Ничего не сделаешь. Как он сказал, изделие... Или чё там? Номер 62, да? Он назвал это номер 62. Интересно. Ладно, перекусим. Тушёночки навернём, да, сейчас. А то с голодухи прям вообще капец. И, наверное, давайте всё-таки с Припяти до самого Затона дошли. Давайте поспим, я не знаю. Да, пока кардан со мной не проснётся, чё нам тут делать. Давайте часов одиннадцать поспим. Может, проснётся к нам во времени. Наклемается. Надо будет, наверное, ему похмелиться дать, да? Бесполезно. Спит, как убитые. Ну, ничего, мы на базе посидим. Сейчас потом с познавием в картишки перекинемся. Нормально. Я думаю. Так, пойдёмте перекусим. Так. Перекусим. Вот у меня есть стейк. Отличная штука. О! Стейк. Хлебушком закуси. Сухарями. Не хлебушком, а сухарями. Отлично. Таможенные водочки, да? Полирануть это всё, да? Это дело. Отлично. Кардан давать не будем, а то, блин, опять сейчас отключится. Ну, хотя так-то похмелиться бы ему надо дать, да? Привет, брат! Не будем рисковать, а то он сейчас разойдётся, и потом опять мы будем ждать, пока он придёт в себя. Соответственно. Да, ребята? Не будем рисковать. Так, посидим, пообщаемся с народом, пока. Слушаю тебя. О, Петруха, сколько львов. Здорово, Петруха, здорово. Давай с тобой выпьем. Давай. Так, ну-ка. Хорошо пошла. Ох. Ещё раз спасибо тебе. Без твоей скорой помощи меня бы уже не было. Слушай, а вот я хотел кое-что спросить. Не расскажешь о том, что здесь происходит, а? А, это ты мне про артефакты говоришь? Не-не-не, ты мне расскажи лучше, что здесь происходит. Новости какие-нибудь. Нахрена ты когда-то подошёл ко мне? Надеюсь, ты не ищешь защиты. Я не смогу обещать тебе, что все дойдут до конца. Потому что это точно не будет. Я священник. Какое слово для здешних мест? Раньше я верил, что Бог милостив, что Он честный и справедливый. Но видеть вещи, которые я видел? Как после этого идти на проповедь? Я пришёл в зону с надеждой возродить веру в этих потерянных душах. Но, как мне кажется, я только потерял себя. Я не был готов к этому месту. Я работал в миссиях по всему миру, побывал в самых мрачных местах. Даже там, где там есть надежда. А здесь ты можешь хоть тысячу лет топтать землю в зоны, но не найдёшь истинно верующего человека. Зона выбивает веру из вас. И радостно вьётся в это время. Да, интересный ты. Философ, можно сказать. Петрохт у нас, оказывается, священник. Офигеть просто. Ну, ты ж никогда бы не подумал. Ладно, пойдёмте, кардан. Хватит ляс точить. Время 4.37. Кардан, ну ты как тут? А, ты? Ох, хорошо ж мы посидели. Представь только, снилось, будто ты принёс кое-чего из прошлого. И привидется же с пьяных глаз. Слушай, а то тебе случайно... Мне случайно не это оружие снилось. Ох, ты жьёшь. Значит, не привиделось. И это галст-пушка. Или по-другому, как её официально называли, изделие номер 62. Оф. Я же когда-то работал по заказу завода Юпитер, оружие разрабатывал, как сейчас помню. Основанное на принципе ускорения снаряда электромагнитным полем. Вот, смотри. Вот эти вот катушки. Это же у моих рук дело. Жаль, в 2004-м проект прикрыли. Не смогли получить достаточно компактный источник энергии. Из-за этой пушки, короче, стреляли. Слушай, Кардан, что могло измениться? Чёрт его знает. Если честно, в такой аккумулятор я бы отверткой лезть не стал. Кроме того, механическое повреждение в системе питания не мешало бы на схему взглянуть. Я работал в питательном цеху, так через него проходила вся рабочая документация. Очень, может быть, схемы и сопроводиловка в Гаузске, Гаузске ещё там валяются. А, между прочим, я свою ключ-карту от цеха сохранил. А можешь дать её мне? А чего уж там? Держи. Только не загуляй её по возможности. Лады? Если принесёшь документы, я, может, смогу разобраться с поломкой. Ладно, пока. Кардан, что ты там мне за ключ-карту дал? Ну-ка, посмотрим. Старая магнитная ключ-карта. Магнитная ключ-карта, принадлежащая кардану. Использовалась для допуска в цех, где испытывалось изделие номер 62. Технологическое обеспособление ключ-карты. Так, ребятки, ну что, нам теперь нужно будет отправиться куда? Изделие номер 62. Найти документацию в испытательном цеху. Необходимо найти документацию по изделию номер 62. Из неё должно стать ясно, в моголе данное оружие оказаться причиной падения вертолётов. Вот, ребята, это следующее задание, которое мы будем с вами выполнять. Ну, а эту серию мы с вами заканчиваем. Комментируйте, ставьте палец вверх, если вам понравилась данная серия. И обязательно подписывайтесь на канал. Впереди всё самое интересное. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok